Роман Переборчиков Роман Переборчиков И Данил Кузнецов Научный журналист В прошлом редактор образовача Чердака, N+, Live И так далее Собственно Проблема главного Главная проблема нашей дискуссии Сегодня лженаука И то, как она распространяется В интернете И чтобы с чего-то начать Я предлагаю нашим спикерам выступить Какой-то своей позиции по данному вопросу Как вы видите Собственно, является ли Проблемой это Или что вам есть сказать Давайте начнем с Александра Всем добрый день Большое спасибо, что пришли У нас обычно такое противостояние С одной стороны уже наука С другой стороны популяризация науки И очень часто Мы обсуждаем, что под этим подразумевается Потому что на самом деле Оба эти термина Они могут самые разные вещи Под собой подразумевать У меня больше всего проблем С тем, как Иногда неправильно понимают Популяризацию науки И делают про нее Чрезмерно общее утверждение Для меня это слово вообще Как слово ГМО Кто-то к этому Имеет хорошие ассоциации Кто-то имеет к этому Плохие ассоциации Но на самом деле За этим скрывается Большой комплекс Самых разных объектов Как и в случае с популяризацией Бывают очень разные цели Очень разные задачи Бывают очень разные мотивы И инструменты Которые люди используют Вот, например Среди целей Может быть как раз Барба с уже наукой Барба с какими-то Социально опасными мифами Может быть просто Желание расширить Круг людей Которые интересуются наукой Смотреть вокруг себя Какую-то Какую-то группу людей С общими интересами Может быть цель Такая, чтобы Просто у человека Нет никакого другого варианта Что вообще можно еще делать Ему хочется Заниматься Популяризацией науки Потому что он не может иначе Потому что он так бомбит От каких-то там Гомеопатов Условно Как у меня, например Вот И поэтому полезно Всегда Конкретизировать О том О чем мы будем говорить О каком типе популяризации науки О каком типе Лужа науки О какой борьбе с макобесием Вот В случае с Борьбой с лужа наукой Мне видится Одна из важных задач Это решение Некоторых социальных проблем Которые существуют Я не просто так Вот эту книжку сюда принес Я недавно был в Америке И общался там С Полом Оффитом И красавтор этой книжки Книжка называется Bad Face Или плохая вера И вот этой книжке Приводится очень много Примеров того Как Люди Исходя из каких-то Нерациональных убеждений Которые они приняли Некритично Или Исходя из каких-то Ошибочных представлений Об окружающем мире Срешают Очень опасные Для себя Но самое страшное Для своих детей Действия Например дети Которые погибают Из-за того что Их родственники Верят в экзорцизм Они призывают священника И священник Делает какие-то Манипуляции с этим ребенком Из-за которых Ребенок страдающий Эпилепсией погибает Или Истории про то Когда Ребенка больного Лечит гомеопатией Вместо того чтобы Отвести его к нормальному Врачу Или просто молятся за него Потому что считают Что вообще медицина Это миф И никаких болезней Не существует Все выдумано Если вы не верите В существование болезни То болезни вас не коснутся Это не единственная цель Которую могут преследовать Люди Которые борются С уже наукой Некоторые люди Которые этим занимаются Опять же Просто не могут иначе Какие-то люди Хотят Чтобы наука Имела какой-то Более высокий статус В глазах Государства Получало лучшее Финансирование Кто-то просто Не хочет быть Пососедствовать с какими-то Ракобесами Чтобы их и тех и других Называли Одним и тем же словом И этот врач И гомеопат врач И вы можете Какого-то врача Пригорает от этого Вот То есть мотивы Могут быть разные Но для меня Борьба с уже наукой Прежде всего Нужна как инструмент Для решения Социальных проблем Данил Ну я в первую очередь Не популяризатор науки Не просветитель Я просто научный журналист И я очень много читаю В принципе лекции студентам В разных университетах В МФТИ В ИТМО Про научную журналистику И Всегда очень разделяют Это пафос Сейчас мы тоже Такую Услышали Очень пафосную речь Пафос просветительства И Обычную Рядовую работу Которая Заключается В журнализме В донесении До общества Информирование Общества О некоторых явлениях Вот сейчас Саша Очень хорошо И внятно Выразил эту позицию Что Популяризация науки В его понимании Это борьба И борьба за что? За защиту населения То есть Мы Не знаю Сейчас вышел сериал Вочмены И Саша Такой Член команды Вочмены Который Стоит на защите Не знаю Готэма Условного И защищает От Каких-то Негативных явлений Населения При этом Чаще всего В риторике Популяризаторов И просветителей Всегда выбираются Темы медицины Как наиболее Понятное Что Окей Наука Дала людям Лекарства Наука Помогла Вылечить болезни Уменьшить Эпидемиологическую Обстановку Сократить смертность И так далее И то прочее И на этих примерах Очень легко Доказывать То Что Наука И просветительство Они Дают пользу Населению И нужно Людей Просвещать Эта позиция Она Во-первых Достаточно Элитаристская Потому что Люди Называющиеся Просветителями Это Действительно Такие герои Которые Несут факел Просвещения В непросвещенные Темные массы Которые Без них Об этом Ничего не узнали Без Другой Она Отделяет этих людей На таких Белых героев Просветителей И темные Народные массы Которые нужно Просвещать И защищать Журналистская Позиция Совсем Иная Мы Относимся К людям Изначально С уважением Мы считаем Что У людей Есть образование Они способны Понимать Определенные Тексты И задача Журналистов Просто Информировать О том Что происходит В мире Наука Финансируется На деньги Населения На наши С вами Налоги Мы все платим Налоги Часть из них Идет на финансирование Науки И люди Имеют право Знать Что делают Ученые За их деньги Какие исследования Проводят На что Они тратятся Какой Из этого Весь Идет Выхлоп При этом Есть еще Такая Сугубо Российская Наверное Сугубо Российское Явление Дело в том Что Долгое Время Ученые В Советском Союзе Это была Такая Каста Которые Имели Особые Права Имели Моральный Авторитет И Этот Моральный Авторитет Он Перешел И уже В постсоветскую Эпоху И Продолжая читать Что ученые Имеют Какой-то Моральный Авторитет Что это Более Лучшие Люди Чем Другие Условно Говоря И Они Могут Делать Высказывания И в Других Сферах Которые Не касаются Их Напрямую Например Сферия Политики Я понимаю Что ты Считаешь Что Популяризация По своей Сути Должна Больше Развлечением А не Борьбой Да Это Не только Но Пафос Борьбы Это Всегда Очень Идеологизированный Потому что Это Разделение На Мы И Они Это Всегда Вот Когда Есть Разделение На Мы И Они То Они Это Всегда Враги Они Всегда Демонизируются Всегда В них Уже Сложно Уйти Что-то Человеческое Принять Их Позицию А Функционирование Именно Популяризация Науки Может быть Только Как Эдютеймент Развлечение Через Обучение Ну Во-первых Да Я не знаю Говорил ли вы Эту фразу Раньше Но я Для себя Сформулил Однажды Так Любое Чрезмерное Общее Утверждение Заведомо Ложно Включая Это Ну Вот У Прозвучало Очень Много Чрезмерных Обобщений Ровно Которых Я предупреждал В самом Начале Что Непонятно О какой Популяризации Идет речь И почему-то В какой-то момент Время Популяризация Имеется в виду Что-то одно В другой момент Что-то другое В третий момент Что-то третье Давайте поговорим По пунктам Вначале Было Сравнение С С Этими Хранителями Или какими-то Увиден Некий пафос Я не вижу Здесь никакого Пафоса Я не вижу Здесь никакого Противопоставления Популяризаторов И каких-то Других Людей Которых Нужно просвещать Кто-то разбирается В медицине Кто-то не разбирается Если человек Не разбирается В медицине Что плохого В том Чтобы сообщить Ему факты Проинформировать Его о том Что Во-первых От ваших заблуждений Могут быть ошибки Во-вторых О фактах Например О том Как работает Та же самая Вакцинация И собственно У Полаофита У него целый сайт Есть Посвященный Разбору Информированию Людей О том Как работают Вакцины По каждой вакцине Есть подробная справка Ссылками На источник Это есть Информирование Вот При этом он Информирование Это есть Информирование Информированного человека Который в этом разбирается Который рассказывает Людям Которые могут Не знать Что-то про прививки Факты о прививках Которые могут Изменить Их точку зрения Если конечно Они не являются Принципиальными Прости пожалуйста Кто должен заниматься Таким информированием Лечащий врач Когда человек приходит Он говорит Есть там Три способа Вот у нас есть Гомеопатия Окей Там есть прививки Ну окей Давай не гомеопатия Гомеопатия И там какое-то лекарство Одно И второе Арбидол И какое-нибудь Другое Третье лекарство Он скажет Окей Вот это должен Информировать Правильно же Не популяризировать Это врач говорит Вот если вы выберете Там вариант с гомеопатией То там шанс вылечиться Там Ну есть люди Которые утверждают Что им помогло Окей Есть шанс Есть арбидол Есть исследования Которые говорят Что там Если В там Чашки с арбидолом В жидком виде Поместить вирусы Они погибают Но Клинические исследования Не подтверждают Эффективность арбидола Есть третье лекарство Такое ощущение Что ты не в России живешь Никогда не ходил к врачу Если ты приходишь к врачу Он тебе назначает Арбидол Гомеопатию А почему популяризатор Должен подменять функции Врача Потому что Потому что В России Настолько Плохо С медициной Что нам приходится Подменять врача Потому что Вы приходите к врачу И врач им говорит Пейте арбидол Поднимите руку Кому врач Означал Гомеопатию А ты Арбидол Вот А давайте мы будем Верить специалистам И пить гомеопатию Это же вопрос Не о популяризации А о медицине И об образовании Друзья Мы говорим Про популяризацию Науки В медицине Давайте Давайте попробуем Вернуться К основной теме Это основная тема Это уже наука Которая проникла Внутрь государства Лженаука В сети Я вот В сети Хотел сказать Про то что Ну Понятное дело Что Вот твой тезис Там Ты что Не ходил К врачу себе В России Ну то есть Это говорит о том Что у нас Огромная проблема С лженаукой Почему так получилось Давайте определимся Что такое лженаука Для начала Почему так получилось Что лженаука Занимает лидирующую позицию Относительно Популяризации И в целом науки Ну я не знаю У меня нет цифр О том Лидирующая позиция Не лидирующая Она массово Представленная У тебя нет ощущения Что популяризация Науки Пытается догнать Лженауку В популярности Ну да Значит Когда я Готовился К этому мероприятию Я как раз Смотрел Ну Некоторые Примеры Массовых Таких вот Антипросветительских Скажем так Каналов И площадок Например Там есть Наталья Зубрева Которая Два с половиной миллиона Подписчиков В инстаграме Которая Рассказывает Про дырявый кишечник На эти два с половиной миллиона Человек Про то Что значит Нужно принимать Определенные БАДы Которые не имеют Доказанной эффективности На самом деле Или являются Даже вредными В некоторых случаях Но вот люди Припьют кучу этих БАДов По ее каким-то программам Подписываются Заходят по ее Промокоду На iHerb Заказывают их Два с половиной миллиона Подписчиков Я не знаю Хороших Популяризаторов Науки Или ученых Или специалистов В инстаграм У которых были бы Родственные цифры Двадцать Двум с половиной миллионам Другой пример Недавно Натнулся На ютубе На некий канал Нестор Называется Там чувак Рассказывал Про то Что научного прогресса Нету Не потому что Его нету А потому что Его теория Заговора Запретили В 70-х годах Запретили Научный прогресс И поэтому Начали показывать Фильмы Типа Гарри Поттер Потому что Гарри Поттер Попрекондирует Какую-то Сельскую Сельскую Какую-то жизнь Средневековую Вот Такого рода Аргументы Полтора миллиона Просмотров Этого видео 95% Лайки Из этого Соответственно Вопросу О массовости Такого рода Информации В ютубе Конечно Можно В противовес Сказать Что есть Нормальные Каналы на ютубе Которые Наоборот Говорят Проверяйте информацию Ютопия шоу Несколько миллионов Просмотров На видео Валентин Конан Сотни тысяч Просмотров На видео Артур Шарифов Около миллиона Просмотров На видео Ну то есть Тут уже Как-то сопоставимы Может быть Цифры В ютубе В инстаграме Пока что Все очень плохо Инстаграм считается Самой лженаучной Социальной сети Ну опять же Нужно конкретизировать О какой площадке Мы говорим Вконтакте Например Недавно Наоборот Была очень позитивная Инициатива Во всех сайтах Антивакцинаторов Если вы пытаетесь На них зайти У вас будет предупреждение Что антивакцинаторство Это Ну Значит Что это сообщество Несет Недостоверную информацию Проверяете факты О вакцинах На сайте Всемирной организации Древоохранения Вот А по этому поводу Антивакцинаторов Жутко пригорело И там Вот В Орламову Недавно был пост Очень смешной Где он цитировал Всяких этих антивакцинаторов Вот я просто зачитаю Чтобы вы понимали Где мы живем В каком обществе Знаете Какая эпидемия на пороге Аутизм Что это Это результат Отравленной экологии ГМО в продуктах В пестицидах В почве И самые страшные Ядовитые коктейли В вакцинах Аутизм Был обнаружен в США В 1943 году Ребенка Спустя 12 лет После того Как Этилгтуть Тимирасал Тимирасал Была добавлена В коктейшную вакцину Вот это и есть Страшная эпидемия А не корь Или грипп Вот Это реалии В которых мы живем Где люди Не знают Ничего про вакцины Не знают Ничего про ГМО Не знают Ничего про аутизм И где есть Врачи Которые Иногда Хорошие А иногда Рассказывают Принимайте Арбидол И Это непосредственно Сказывается На жизни Людей Которые здесь живут А вот эти Демаркации Между научной Журналистикой Просветительством Они вообще условны Потому что Опять же Как я уже сказал В самом начале Популяризация науки Понимает 100 500 разных вещей Кто-то борется С уже наукой Называет это Популяризацией Кто-то занимается Научной журналистикой Называет это Популяризацией Кто-то Пишет Книжки Серьезные Академические Про ДНК И тоже называют Это популяризацией Популяризацией Нельзя одним словом Как-то характеризовать Потому что Кто-то делает Видеоблог Кто-то пишет В Инстаграм Кто-то делает Книжку Кто-то делает Подкаст Разные цели Разные инструменты Разные методы А мы услышали Кучу каких-то Очень общих утверждений О популяризации Вообще Это бессмысленно Саша Тебя вернуло К первому Спичу В то время Как ты отвечал На мой вопрос Конечно Я ответил на твой вопрос Данил Что ты думаешь По поводу того Почему На данный момент Лженаука Ну По крайней мере Это моё Личное мнение Может Поднимите руку Кто тоже считает Что лженаука Находится условно На лидирующих Информационных позициях В интернете Сегодня Сейчас Любой человек Может организовать Инстаграм И проповедовать Любые свои воззрения И просто Мы полно У интернета Есть плюсы Есть минусы Интернет Это медийная площадка Это медиум для всех И какие есть У человека взгляды Там Лженаучные Ещё какие-то Он может их транслировать Вот и всё А вот почему Почему Они более популярны Чем научные Вот вопрос Популяризаторам Ну то есть У тебя нет ответа На то Почему так случилось Что Популяризация науки В позиции догоняющих Смотрите Вот возьмём Всё просто исходит Из того Что Получилась Свобода слова И это Свобода Ну Свобода самовыражения Благодаря интернету Я-то хочу Небольшой пример Разобрать Кто-нибудь знает Какой был тираж У журнала Науки и жизни В девяносто первом году Ну Гипотеза ваша Кто-нибудь Миллиона два Три Ну Доколго двух миллионов Да Окей Это был только один Из многих журналов Там было Знание сила Техника молодёжи Была Там Очевидно Невероятная Скопица И передач И прочее То есть Популяризация науки В СССР Процветала Что мы видели В девяносто втором году Когда вдруг Социальный строй Рухнул Во всех газетах Печатаются Про экстрасенсов Статьи про В тех же журналах Там вокруг света Статьи про Полтергейста Явления духов Хиллеров И прочее И прочее И вдруг Массы людей Внезапно Сходят с ума И начинают Во всё Это активно верить Заряжать Миллионы людей Сидят перед визором Заряжают воду У Чумака Все танцуют Кашпировский Что произошло С этими миллионами людей Где ответ Почему Популяризация провалилась Я хочу Попробую На этот вопрос Не ответить А выдвинуть гипотезу Потому что Ответа у меня нету Есть только гипотеза А потом Я хочу Про определение Сказать пару слов Так вот Гипотеза Потом Что здесь случилось Мне кажется Что это как раз Из-за чрезмерного Доверия авторитетам Потому что Когда-то Была советская власть И всех научили Что у нас Есть научные институты Что сказал эксперт То как бы правильно Что напечатали в журнале То правильно И может быть Это играло большую роль Чем Например Научить людей Реально тому Как работает наука А именно Как проверяются гипотезы Во всяком случае Это те вещи Которые и сложнее Донести И сложнее их изучать И когда Строи рухнули Авторитетные И реально адекватные Организации Значит посыпались Набрались Набрались В район Выбежище Значит вообще фейков В РАН Значит Ну вот сейчас Особенно Проблемно То что там Есть отдельные Гомеопаты В РАН После слияния Трех академий В одну Ну в общем Но это не объясняет Популярность Этого Понимаешь Востребованность У потребителя Этой информации И в итоге Люди по прежнему Тянутся к авторитетам А кто самый Ну кто авторитетен Тот кто очень Круто себя презентит Какой-нибудь Кашпировский Он выступает Очень уверенно Намного увереннее Чем ученые Которые вообще Выражать должны сомнения В некоторых вопросах И вот в итоге Те люди Которые самые авторитетные На взгляд Становятся самыми Авторитетными В глазах больших масс А они могут нести Любую ерунду И им верят Собственно Вот мой пример Там с тем же каналом Терапиотом Нестор на ютубе Он чем мне зацепил Мое внимание Потому что таких каналов Наверное много Он очень уверенно Несет какую-то Полную пургу Но он это так уверенно Говорит Очевидно Существует заговор Заговор так вот устроен Вот такие вот детали Его существования В этом заговоре Частливые эти Берем сайт Этих антивакцинаторов ВК значит Вводит вот это Ограничение На ресурсы по прививкам Там комментарии Очевидно Что ВК находится В этом заговоре Вот Очень авторитетно Люди про это пишут Кучу лайков собирают То есть Вот Поэтому Мне казалось Что Если мы действительно Хотим бороться С уже наукой Дальше я скажу Что я под этим понимаю Бороться Да То мы должны Людям Появить иммунитет к ней А не просто Рассказать про отдельные Какие-то мифы А рассказать Про то Что Существуют Некоторые Ошибки мышления Которые существуют Более-менее у всех людей И у ученых тоже И поэтому Есть ученые Которые тоже В какую-то ерунду верят Есть ученые Которые верили в астрологию Есть ученые Которые верили В то что вещь не существует И так далее И чтобы Люди знали Про эти ошибки мышления И могли их поймать Когда какой-то Оратор Выступая в роли Авторитета Несет пургу Подождите-ка Из этого Вообще-то Вот это не вытекает Я согласен С тем Что если что-то Рядится Как наука Но наукой не является То это уже наука Но на самом деле Термин я использую Гораздо шире Вообще споры По определениям Это самый бессмысленный Тип споров Потому что все что угодно Можно назвать чем угодно Переписать слова Пожалуйста Язык это договоренности Ты делаешь чрезмерное Обобщение Понятия уже наука Язык это договоренности Между людьми Мы можем разные слова Подбирать для разных слов Для меня уже наука Это когда что-то Претендует на объективность На то что Вот реально так И при этом Никаких оснований Для этого нет Ну например Астрология Это уже наука Независимо от того Говорят мы ученые Или у нас магия Гомеопат Это уже наука Независимо от того Говорят у нас наука Или у нас магия Если человек говорит Что экзорцизмом Можно вылечить ребенка От эпилепсии То опять же Это Если может Если исследование Покажет что может Значит может Если не может Значит не такая Значит это уже наука Вот И опять же То же самое касается знаний Опять же Знанием конечно можно Все что угодно Но если расширить Термин знания До того чтобы экзорцизм Был тоже знанием Ну тогда и астрология Это знание Тогда я скажу Что рептиоиды Похитили меня И здесь на самом деле Присутствует Не я а мой клон Это тоже знание Потому что Ну а вот хочу Тоже знанием это называть Мало ли может Мне такая религия Которая считает Нет это твое личное Представление будет То есть А знание это то Что функционирует В социальной группе Это устойчивая система Я могу объяснить В чем проблема Этого определения То есть спорить о том Какое определение Правильно и бессмысленно Потому что Любое определение Оно правильно Для тех кто с ним согласен Неправильно Астрология Это система знаний Которая появилась В определенную эпоху И была для нее Как бы релевантной Точно так же Как алхимия Там и прочее Это исторический Ну этап как бы развития И она просто сохранилась Законсервировалась Так же так Не знаю Как какие-то определенные практики Например йога Тоже сохранилась Законсервировалась Хочешь занимайся йогой Хочешь занимайся астрологией Хочешь занимайся наукой Пожалуйста Хочешь занимайся чем угодно Проблема расширения Такого термина знаний Что у людей Со словом знаний Ассоциируется Что-то хорошее Правильное Люди обычно знанием Какую-то фигню не называют Ну То что я считаю фигней Я знанием не назову То что ты считаешь фигней И ты знанием не назовешь Но способы завязывания шнурков Разные Это фигня или нет Это знание Способы завязывания шнурков Пожалуйста Это знание Потому что это узлы Ты не назовешь Это научная проверка Но вообще-то эта проверка Ничем не хуже научная Я могу показать в любом эксперименте Что я могу завязать шнурки Значит я обладаю этим знанием Астролог показать Что он может предсказать что-то В нормальном эксперименте Не может Поэтому Они не оперируют Они не оперируют Понятием эксперимента В астрологии нет Понятия эксперимента Ты переносишь понятие из научного знания, экспериментальный метод, на знание астрологическое. Правильно делаю. Мне кажется, астролог, если бы здесь был, он бы с собой вступил бы в спор. Во-первых, астрологи могут некоторые сказать, что у них тоже есть эксперимент. Например, у них экспериментом может называться такое. Я вот приглашаю кого-то из вас к себе в кабинет. Значит, я вам гадаю, говорю, у вас был переезд в каком-то 15-м году? Говорю, что-то похожее было. Только не в 15-м, а в 16-м. Говорю, о, да, я ошибся, действительно. И вы такие, да, действительно, в 16-м году был переезд. Звезды так и говорят. И я говорю, опа, эксперимент удачный. У них тоже есть понятие эксперимента свое. Но я просто хочу показать, что здесь принципиальная разница. Мы можем это называть как угодно, но то, что шнульки работают, я могу доказать любому человеку, астролог не может доказать никому, кроме тем, кто наивно верит в астрологию. Так, давайте я вас прерываю. Определенные типы противораковой терапии работают. Вы можете доказать любому человеку? Чего-чего? Ну, как бы, что, например, там, опять же, определенные типы противораковой терапии точно работают. Или что исследования какие-то нейробиологические это абсолютно точно достоверные результаты? Я могу описать такое исследование, с которым любой разумный человек согласится, что это нормальное исследование, к которому нету претензий. Давайте я вас прерву. Есть проблема, которая называется ВИЧ-диссидентство. И люди, которые ВИЧ-диссиденты, если у них есть дети, они могут быть против лечения своих детей, которые болеют ВИЧ, и в результате умирают они, умирают их дети. И все-таки ведь есть вот на этой теме как раз есть огромное количество голосов, которые говорят, надо запретить. И есть даже законодательство, по крайней мере, инициатива законодательная сажать людей, которые именно пропагандируют ВИЧ-диссидентство. А это особый случай, действительно. И, собственно, вот Полофит, когда мы с ним общались, ровно у него был главный такой, что ли, месседж у него, что одно дело, когда вы сами себя гробите, а другое дело, когда вы гробите детей, и они не могут ничего с этим сделать. Государство защищает детей от поехавших родителей. Это правильно. Потому что ребенок может умереть от того, что ему там кровь не перелили. И, собственно, по закону, насколько мне известно, и в США, и в Америке, и в России, если... Есть процедура, позволяющая врачам сделать с ребенком необходимые медицинские операции, даже если родители против. Такая возможность у врача есть, если он считает, что это будет в интересах ребенка, и это правильно. И родители отвечают, если ребенок погиб из-за их халатности и их невежества, то они за это могут принести наказание. Но далеко отсюда ушла та же самая гомеопатия? Ну, опять же... Когда ты считаешь, что есть человек, который видит, то это работает. Это или поможет родственнику, который болеет, ты покупаешь ему исключительно гомеопатические средства, это приводит к его смерти. Ну, то есть, в чем разница? Ну, мне кажется, в данном случае не мы должны решать, как бы это не публичное обсуждение, а это... Ну, каждый такой... Мне интересно ваше мнение. Я полностью поддержу, здесь уже мы, наверное, спорить точно не будем, что высказывать можно любые взгляды, в сети, не в сети, публикуя книжки, все, что хочешь. То есть, действительно должно быть право человека высказать любые теории, любые взгляды и прочее. Но когда дело доходит до конкретных поступков, то есть, например, врач-гомеопат лечит гомеопатическими средствами рак, человек умирает. Родственники могут подать иск против этого врача и обвинить его в мошенничестве, и доискать, что он довел до смерти человека, так как он не занялся нормальным лечением, общепринятым, экспертным сообществом, а продолжал лечиться гомеопатией. Если такой случай, то это уже решит суд, что был это факт мошенничества или нет. И вопрос не в том, как мы относимся к гомеопатии вообще как идее, а то, что конкретный человек в конкретном случае довел другого конкретного человека до смерти. И если бы у нас было англо-саксонское право, то это было бы прецедентом. Конечно, мы все такие случаи также бы рассматривались. То есть вопрос как бы не об идеях, а о действиях. Так, у меня, опять же, один из вопросов, тоже есть тезис, который ты произнес, или, по-моему, ты, Саша, про то, что в 90-е было так, что или в советское время, если человек выступал по телевизору, то, получается, он эксперт. И даже люди, которые пожилые в основном живут сегодня, они смотрят на телевизор и говорят, ну не мог же тут же по телеку показываться фигня. Работали такой же принцип с интернетом. На самом деле, я просто хочу показать, насколько доведено до абсурда. Некоторые люди, с которыми мы, кстати, боремся, некоторые из фейков, они пишут у себя, эксперт телеканалов ТНТ, РНТВ, значит, НТВ, Россия-1, просто перечисляют все телеканалы, где они выступали, и это позиционирует их как экспертов. То есть, я был в телеке, значит, слушайте меня. И они на полном серьезе считают, что вот это вот типа достижение. Ну, вот в интернете, слава богу, такого настолько мне известно нет. Хотя есть эффект того, что называют там инфлюенсер или, как это называется, еще есть термин, опинион мейкер, вот когда у человека много подписчиков, следовательно, он уже не просто человек, а он опинион мейкер. Соответственно, некоторые из-за этого относятся к этому с неким там особым почтением, хотя понятно, что на самом деле опинион мейкер – это просто человек, который популярный. То есть, да, его, он, наверное, представляет какую-то более широкую аудиторию, то есть, его взгляд, вероятно, отражает взгляды большого количества людей, в этом смысле к нему можно прислушаться, но как к такому ретранслятору некоторой своей аудитории, но не больше. То есть, от того, что там опинион мейкер считает, что ВИЧ не существует, как бы, ну, является вот этого эксперта, наверное, нет. Вот. Ну, в принципе, я на этот вопрос уже ответил до этого, о том, что действительно раньше, чтобы стать экспертом, нужно было… были бы высокие косты, да, затраты на это. То есть, человек должен был добиться там публикации в каком-то издании. Существовали гипер-киперы в виде редакторов, научных редакторов и прочее. То есть, существовала целая система препятствий, которые нужно было преодолеть. И было не так уж просто через них пробраться. В 21 веке все эти границы рухнули. И вот не так давно вышла книжка «Смерть экспертизы», не помню, к сожалению, автора, и вот очень подробно все эти процессы описаны. Вот. Всем желающим можете погуглить. В общем, достаточно интересная книга. И, собственно, почему мне и не нравится вот такое вот движение борьбы популяризаторов и просветителей, что они тоже пытаются в итоге поставить себя как некоторых экспертов, которые будут также транслировать определенное мнение на большую аудиторию. То есть, людям не оставляют выбором мыслить самостоятельно, а все время пытаются, что вот, опинион-мейкеры, инфлюенсеры продвинуть какую-то определенную точку зрения. Я всегда считаю, что каждый человек имеет право на свой выбор. Чему ему верить, что он хочет читать, что он хочет потреблять. И даже кого он хочет слушать в итоге. Хочет слушать популяризаторов, пожалуйста. Хочет антивакцинаторов, пожалуйста. Это его личный выбор. Но пока дело не заходит до причинения вреда, да, определенного, так сказать, доводит до смерти и так далее. То есть, есть, как бы, миролюбивые религиозные культы, а есть, как бы, когда вот куча человек покончила уже самоубийством, потому что забыл имя этого пророка. Вот известная история. То есть, я, почему-то за такую демократию и полиарализм во мнениях, и сделать свой собственный выбор в этом потоке информации сейчас нужно будет каждому человеку самостоятельно, уже нужно делать самостоятельно. И помочь в этом может быть только образование системное, не чтение популярных книжек, может, там, о каких-то новых сферах, да, или видео, которых вы совсем плохо себе представляете. Но только лишь нормальное школьное университетское образование способно сделать человека более-менее адекватно отсеивающим полезную ему информацию, отвредной. А нет ли такого эффекта, что, по сути, борьба науки, лженауки в интернете превращается как раз-таки в борьбу этих известных персон, то, что вот врач, вот это инстаграм-блогерша, который получил премию в РАЛ, условно она позиционирует себя как специалист. Если, по-моему, есть образование, там другое не было образование, которое Петр Талантов критиковал, то это, по-моему, даже есть медицинское образование. Но я там точно не помню. Суть в том, что, так или иначе, получается, что человек позиционирует себя как эксперта, продвигает лженую точку зрения, в ответ на ее позицию появляется популяризатор науки, например, ты, который говорит, что чушь, это не работает. И получается, это такая... Два миллиона подписчиков не могут ошибаться. Ну, это я вот, я как раз про это и говорю. То есть, получается то, что человек, вот обычный, в основном, среднестатистически, так скажем, он получается просто какого человека, какого лидера мнений первого увидел, чья позиция однажды ему попала в душу, то все, он дальше позицию этого человека сомнениям практически не подвергает. Получается, что он меняет ее только тогда, когда появляется вот эта борьба, так скажем, инфлюенсеров, или как это называется? Нет, ну, это, я думаю, это тоже чрезмерное обобщение. Люди все-таки могут думать за себя. И, кстати, я не вижу, как популяризация науки угрожает демократии, свободу выбора. Хочешь слушай, популяризатора хочешь не слушай. Не то, чтобы кто-то из них, меня включая, стремимся к обладанию тоталитарной властью, чтобы что-то кому-то диктовать. Собственно, все, что происходит, это обмен информацией. Кто-то делает это громче, кто-то делает это успешнее, кто-то делает это аккуратней. В этом есть разница. Но все занимаются обменом информации. Я бы сказал, что в теме про уже науку, в чем особенная ситуация именно в России? Что в России система репутаций, специалистов ужасно размытая. У нас очень плохое. Сейчас, скажем так, образование. Есть, во всяком случае, много проблем с ним. Причем некоторые из этих проблем созданы искусственно. Вроде основ православной культуры в школе, которые, опять же, не все обязаны посещать, но многие посещают и их там не критическому мышлению не учат, скажем так. Мне вот недавно прислали ссылку про то, как в одной из таких школ учили правильно молиться. Слушай, но там в Советском Союзе историю КПСС все учили. Я согласен. И в университете, и при этом все сожгли портбилеты одновременно буквально. Это проблема такого же рода, я согласен. Я не говорю, что... А ты во мне видишь такого человека, который совок, совок, нет. Не, ну понимаешь, вот смотри, нет. Опять же, ты сейчас очень аккуратно продвигаешь тезис о том, что учить там православной культуре в школе не надо. И историю КПСС тоже не надо. А с моей точки зрения, можно хоть... Пусть у родителей школьника будет выбор, как бы, что учить их ребенку. И астрологию. Хотят критическое мышление. Хотят астрологию. Ну да, пожалуйста. А почему нет? Хотят гомиопатию. Почему нет? Ну, значит, смотрите. У этого... Пожалуйста. Значит, у этого будут определенные проблемы. Проблемы разного типа. Начиная с того, что, во-первых, так и иначе все это в итоге сведется к вопросам той же самой медицины. Почему? Потому что люди, которые верят в теорию заговора о том, что земля плоская, они должны верить, что действительно такой заговор есть. А если такой заговор есть, то почему бы в нем не участвовать врачам? Действительно, есть исследование про то, что люди, которые верят в одни типы медиков, более склонны верить в паранояльное мышление. Если человек уже верит в заговор, то он поверит в заговор в любой сфере. Ну, правильно. Соответственно, в итоге все опять же сводится к тому, что человеку предлагают нормальное лечение, он от него отказывается и умирает. Значит, у нас, как мне кажется, у opinion makers есть некоторая, не знаю, ответственность в том, что мы рассказываем. И если мы рассказываем, что астрология ничем не хуже, чем астрономия, то у этого есть последствия. И эти последствия в итоге могут быть изменены. Нет, ты можешь сказать, что астрономия – это очень круто. Но зачем ты проводишь постоянно сравнение? А потому что есть проблема в том, что есть люди, которые считают, что астрология – это очень круто, и кто-то должен объяснить, почему это не так. Так, вот очень правильный был вопрос от человека здесь. Ну, то есть ты исходишь… Когда-когда-когда мне спросили, а что не так с этим каналом Нестор? Вот что не так с астрологией? Что не так с гомеопатией? Если аргументов никто не предъявляет… Ну, ты постоянно в своих выступлениях исходишь из аксиологической модели, что есть нечто хорошее и светлое, есть нечто плохое и темное. И ты постоянно должен бороться с этим темным. В общем, все не так дихотомично, но есть вещи, которые… Можно разобрать на твоих тезисах буквально здесь. Ну, потому что я не рассматриваю сейчас серую зону, потому что есть области, которые не столь очевидны и которых мы здесь особо не обсуждаем. Мы используем, естественно, самые яркие примеры для своей аргументации. Это совершенно нормально, чтобы показать, что некоторые общие утверждения ошибочны. Но любое привнесение аксиологической модели, оно всегда заставляет провести границу, что-то отсечь, что-то запретить и так далее. То есть, с одной стороны ты говоришь, нет, окей, пусть расцветают сто цветов и все идеи можно транслировать. С другой стороны ты говоришь, вот я в своих лекциях буду опровергать астрологию, поливать гомеопатию и прочее. Окей, тоже можно. Зачем это называть популяризацией науки? Это как бы идеологическая борьба. Знаешь, как между консерваторами и демократами. Это консервативная идеология. Это идеологическая борьба. В вашей дискуссии появился очень интересный тезис, который я тоже хотел вам задавать, но он сам родился, считайте. Про то, что если человек верит в ту же самую астрологию, и он, например, счастлив, он просто ему в кайф что-то считать себе, представлять, я не знаю, каких-то животных на небе, про то, как свет Юпитера поменял его судьбу. Нужно ли его переубеждать в том, что он неправ, менять его точку зрения? Насильно – нет. А предоставить ему критику этой астрологии, чтобы он мог на основании всей информации сделать осознанный разумный выбор – да. И ровно этим-то и занимаемся. Вот вы верите астрологам, потому что у них есть такие-то аргументы, а вот вам контраргументы на эти аргументы, а вот вам еще немножко знания из области астрологии. И мы приходим к вопросу о силе аргументов. Почему одни аргументы для людей сильнее, а другие слабее? Почему одни склонны верить научному методу, а другие склонны верить астрологу? И то есть проблема выбора в итоге сводится не к убеждению, а к некой социальной фундированности этого человека. Почему он, как раз, предпочтение определенной системы воззрения, которая в его кругу постоянно функционирует, социальных представлений. Есть такой элемент, что, опять же, мифы бывают, ну, и заблуждения, все в науке, как угодно, они бывают, конечно же, разными. И причины, по которым люди отрицают одно научное утверждение и другое, могут быть разными. Например, в Америке вопрос о глобальном потеплении, глобальном изменении климата. Если ты консерватор, ты будешь отрицать. Он очень политизирован. И то, будет ли человек принимать эту точку зрения, больше зависит от того, какой партии он находится, чем от того, прослушивали он курс по климатологии. Это отдельная история. Но далеко не все заблуждения такие. Это, может быть, центральная история в этом вопросе. С каждым типом заблуждений хорошо бы, конечно, разобраться действительно, почему в него люди верят. В некоторых случаях мы можем посмотреть, какие аргументы приводят сами сторонники. Мне кажется, вопрос не в заблуждениях, а именно в основании, в аргументах, почему люди верят. Нет, не чтобы они приходят к какому-то выбору, а в том, почему они вообще склонны выбирать такие системы верования. Вот приходит человек, который верит в гомеопатии, он говорит, почему я в нее верю, потому что моей бабушке помогу. Это самый распространенный аргумент. И возникает такая идея, что может быть, если человеку объяснить, что этот аргумент неправильный, он перестанет его переводить. Это далеко не всегда так, но иногда работает. Понятно, что есть очень разные компоненты, влияющие на верование в те или иные вещи. Например, там есть исследование про то, что склонны задумываться о том, правильно ли человек думает, измеренные определенными тестами, предсказывает, будет ли человек верить в высшие существа, в духов, в привидений. Пожалуйста. Но для каких-то заблуждений такая ассоциация намного слабее. Понятно, что полезно понимать, из-за чего люди во что-то верят. Но у нас есть ограничения в тех инструментах, которые мы используем в итоге для того, чтобы… Но борьба такая агалтелая, она к чему-то приводит в итоге? Какие результаты? В каких-то вопросах да, в каких-то нет. Ну, например, вопросов там… Кроме наращивания личного символического капитала, популярности и прочее. Ну, опять же, где-то у нас есть исследования, где-то нет. Но в случае с вакцинами известно, что определенного типа месседжи на тему вакцин улучшают желание людей эти вакцины использовать. Значит, где-то борьба работает, где-то мы не знаем, работает она или нет, или достаточно ли она… Ну, вот я неспроста же привел пример про науковую жизнь в Советском Союзе, что действительно была массовая пропаганда, агитация научных знаний. В итоге прошло буквально два года, сломался социальный строй и все, как бы, десятки лет… Самое большое количество книжек, количество знаний выпускало в 80-е годы на все научные темы абсолютно. Ты строишь некую причину-следственную связь, а я могу предложить тебе альтернативную гипотезу, что люди, которые не читали науку и жизнь, люди, которые не интересовались наукой, они были и тогда, и в том же количестве, просто они молчали, потому что им не давали большую площадку. А когда исчез административный контроль за тем, что можно, что нельзя произносить по телевидению, то они естественным путем выросли. Вот альтернативная гипотеза. Я не про говорящих, а про потребителей. Так вот, не было контента, не было потребителей, но они, может быть, хотели, но просто этого не было. Вот, может быть, я бы хотел смотреть классные двухчасовые документальные научные фильмы по первому каналу, но их нет. А только они появятся… Ну а если они появятся, какой эффект будет? Вот окей, давай. Нет, нет, вопрос-то не в этом. Вот я потенциальный потребитель некоего контента, которого еще нет. Никто про меня, как потребитель этого контента, не знает, потому что контента нет, и поэтому их иначе нельзя посчитать. А когда контент появится, можно будет посчитать, сколько потребителей этого контента. В 90-е годы появился на ТВ Кашпировский, и появились все те люди, которые всю жизнь, может быть, мечтали об этом Кашпировском. Слушай, ну вот я проработал в куче научно-популярных изданий, и постоянно видишь статистику посещения. То есть вот реально сейчас любые диджитал-медиа, это социология онлайн постоянно. Люди стремятся к этому обращению. Максимальный, я просто даже как-то колонку об этом написал, что, не знаю, медиазона у нее посещение больше, чем у большинства очень популярных сайтов. Там у постнауки 800 тысяч уникумов. Мы там набирали по 2 миллиона. Самая популярная механика набирает, по-моему, 5 миллионов вообще просмотров всего. Не уникумов, а просмотров. То есть в любом случае потребителей такого контента достаточно ограниченная группа. Это не более 1,20 населения России максимум. И понимаешь, именно для них популяризация науки, твои аргументы в пользу научного метода будут иметь воздействие. Среди этой группы ты будешь популярен. Они будут восприимчивы к ним. Будет положительная рецепция. Любой другой группе ты выступишь и скажешь, да что нам бред несет? Там он вот нормально, там астрологи или бабушка воду заклинает, всех лечат. Смотрите. Ты там сказал, что аудитории растут. Они же растут за счет того, что новые люди пришли туда. Так как вы задеваете тему связанную... Я не уверен, что они растут, она более-менее стабильно держится. Так как вы задеваете тему связанную с различными методами донесения информации, то есть донесение научной картины мира через СМИ, донесение научной картины мира через популяризацию науки, через лидеров мнений. Ну да, Саша очень медиатизированная фигура абсолютно. Есть, да, человек, который как ты известен, он выступает где-либо вот на Ютьюбе, тут же это видео набирает десятки тысяч просмотров. Я к чему? То есть, так или иначе, популяризация науки главной своей целью ставит именно донесение научной картины мира до максимально возможности широкой аудитории. Нет, популяризация науки, она разная. Сколько можно этого сказать? Одна разная. У кого-то цель донести максимально аудиторию, а для кого-то маленький клуб поинтересу, я говорю сейчас в целом как проявление. У кого-то забороть темные силы иррационально. Я сейчас не персонализирую, я сейчас не говорю про конкретные. Понятное дело, что есть самые разные люди, некоторые ставят своей целью популярность, некоторые ставят своей целью доход, но так или иначе, все стремятся к тому, чтобы их слушало, смотрело, читало как можно больше людей. Не все. Это рождает проблему того, что популяризация науки становится как раз таки, то, о чем ты говоришь, крайне разношерстной. То есть, это аудитория, аудитория, то есть, люди доносят эту картину мира через какие-то красивые видео на ютюбе, кто-то пишет статьи, кто-то пытается какие-то мероприятия проводить и так далее. То есть, так или иначе... Но ты сейчас речь идешь об способах упаковки контента, способах упрощения содержания. Я сейчас веду как раз кидаю ко второй части, то, что популяризация науки стремится так или иначе в максимальном охвате к тому, чтобы... И к тому же как раз, чтобы у всех голова не взорвалась, упростите доносимую аудиторию информацию. Это становится причиной того, что люди, которые послушали какую-то лекцию, вот такой известный эффект Даннинга-Крюгера. То, что ты послушал, допустим, одну лекцию или посмотрел одно видео, и все, ты считаешь, что ты специалист в какой-то сфере, и ты такой, там, чушу. Это неправильно. Если взять даже интерпретацию Даннинга-Крюгера, от того, что ты стал чуть-чуть лучше разбираться, от того, что ты не стал хуже разбираться, от того, что стал лучше разбираться. Там не так. Чем хуже человек знает... Я бы назвал это эффектом просто испорченного телефона. Есть замечательный мем, который много ходил тоже в ВКонтакте везде, про то, про круговорот научной новости, что молодой парень сделал исследование, рассказал СМИ, хорошие СМИ, уже чуть-чуть переврало, потом пошел по кругу, в итоге к нему приходит бабушка и говорит, что нам всем нужно надевать шапочки из фольги, потому что нас обучают. Это эффект испорченного телефона, скорее правильно называть. Про этот эффект как раз-таки и речь, про то, что приводит ли упрощение донесения вот этой научной информации до аудитории к рождению новых мифов? Нет, ну, конечно, в какой-то степени доводит. Я полностью согласен, что любая популяризация приводит только к увеличению мифов в обществе. Но мы опять же... Хорошо это или плохо? Нет, еще раз. Это бессмысленный вопрос, потому что, как я уже сказал, популяризация, она разная, и есть такие авторы, которые очень аккуратно следят за своим контентом, и они не создают мифов. Есть авторы, которые вроде бы в целом 95% контента нехорошего, но иногда просачивается какая-нибудь ерунда. Есть такие, у которых 90% контента есть вопрос не в контенте авторов, а в потреблении этого контента читателям, слушателям и так далее. Опять же, это ведь не про то, что как человек доносит информацию, а то, как его понимает. Мы говорим про то, что человек излагает. Как люди воспринимают информацию, ну, опять же, я сталкивался с таким, что какие-то мои реплики цитировали мои оппоненты как доказательства своей правоты. Паничин сослался на такое-то исследование, ага, на самом деле это следует, что душа существует. При этом, в самом деле, не следует никак, но вот они так это поинтерпретируют. От этого никто как бы не защищен. Любой ученый самый строгий, значит, выскажет какую-то совершенно нормальную, значит, перескажет совершенно нормальную свою собственную статью, которую он сам 10 лет исследования проводил, скажет все абсолютно правильно, а кто-то возьмет и вырвет это из контекста, и будет какую-то ерунду. Смотри, есть примеры, как раз-таки связанные с одной из твоих юмористических теорий про то, что есть бактерии, которые распространены через прикосновение к религиозным предметам, тем самым порождают... Саша, называть не юмористическая теория, а гипотеза. Нет, я называю это гипотеза. Гипотеза, но я просто встречал людей, которые серьезно... Но я подчеркиваю, что это гипотеза, Я встречал людей, которые потом серьезно воспринимали... Не важно, аж как ты подчеркиваешь, важно, как люди это прочитывают. Они серьезно воспринимали твою гипотезу, они считали то, что, наверное, и правда так есть. Там сыграла роль как раз этого круговорота новостей в природе, потому что, если в исходном варианте было, значит, большими буквами гипотеза, и дальше про то, что некоторые ритуалы, что если есть такие микробы, которые передаются во время этих ритуалов, и с учетом наших знаний о том, что микробы, живущие в нашем кишечнике, могут влиять на наше настроение, поведение и так далее, как мы знаем на большом количестве примеров, которые не являются гипотезами, то, может быть, какие-нибудь микробы, влияющие на поведение, могли бы так отбираться и склонять людей к тому, чтобы целовать иконы. Обнаружены микробы, вызывающие религию. Да, вот, и это вот заголовок, который, значит, обнаружены микробы, причем не, обнаружены бактерии, причем конкретизировали, потому что там не было никакой конкретики, это было очень абстрактное гипотезе. И это прекрасный пример того, как функционирует научпоп в обществе. Нет, это как раз иллюстрация научной журналистики. Научпоп, научпоп. Научная журналистика, потому что это было РИА Новости. Это иллюстрация моего вопроса, потому что, по сути, ты ведь сам считаешь, что ты доносишь информацию. И журналист же придумал эту теорию. Ты доносишь на очень популярную картину мира, пытаясь максимально конкретизировать. Гипотезу придумали ученые, три автора, я один из них. Уже 30% ответственности только на себя берешь. Нет, в каждой несет 100%. Это в составе преступной группы уже, на самом деле. Татья была опубликована в научном журнале, поэтому первоисточник – это научный журнал. Поэтому в скопус вебов-сайенс входит, да. Поэтому история не про это. Это вообще про другое. История как раз про прочитывание. Про прочитывание. По сути, ты все равно родился новый миф. Мы переврали исследования, опубликованные в научном журнале. И родился новый миф. Ну да. И его родители, по большому счету. Родился новый миф, да. Ну я как мог противостоял рождению этого мифа. Через 200 лет Панчин придумал абсолютную теорию с медикларианов. Смотри, на самом деле, Саша тоже прав, потому что он, условно, ответственность, которую сам на себя взял, он говорит, что я как мог, точно изложил. И получилось, что потом уже искажение в ту теорию, гипотезу, которую он изложил, вынесли как раз и журналисты, которые неправильно ее прочитали. А кто от этого застрахован? Никто. Никто, нет. Но, опять же, это такой наиболее очевидный пример, потому что он зафиксирован в документах. Когда Саша читает свою лекцию, сколько человек запоминает из нее? 5%. Ну, в лучшем случае. Я не знаю, ты измерял? Ну, опять же, есть исследования, сколько человек запоминает фактической информации из любой лекции. У меня, я смотрю лекции. Рассказывает еще кому-то Васе у себя во дворе. Тот еще меньше из этого запоминает. Засем уже по-другому рассказывает в следующий раз. На самом деле не так работает. На самом деле Вася дает ссылку на эту лекцию Пете. И Пете тоже смотрит ту же самую лекцию, не пересказываясь. Ну, во всяком случае… И теперь у нас есть и 5, и 5 только с двух разных сторон, которые вообще не пересекаются. Была очень давняя у нас статья, где мы изучали загрязнение в базах данных РНК. Есть ДНК, есть РНК, которая считывается с ДНК. И есть база данных, которая изучает, какая РНК присутствует в тех или иных тканях и клетках. И вот мы смотрели, нет ли там загрязнений. И мы нашли, что каким-то образом гены, происходящие из других видов, оказывается, их РНК загрязняет образцы других видов. То есть, грубо говоря, мы читаем РНК какого-нибудь мыши, а там почему-то растительная РНК тоже присутствует. И это загрязнение. Вот мы, значит, описали эти загрязнения, называем их загрязнением. Вся статья про загрязнение. Мне присылают ссылку на сайт каких-то ГМО-фопов, которые пишут, что Панчин и коллеги доказали, что растительные гены встраиваются в РНК мышей, которые ели ГМО. То есть, грубо говоря, не застрахован мало того, что никто, то есть вот ты сейчас что-то скажешь и кто угодно. Так я эту точку зрения оставил, потому говорю, что популяризация как метод борьбы с какими-то уже научными убеждениями, она в принципе не работает. Она работает только как способ развлечения публики. Ты приводишь аргументы, причем есть популяризация. Это означает, что вообще ничего не нужно. Ты пришел в школу, прошел курс обучения и тоже запомнил не то, что нужно было запомнить. Пожалуйста, давайте любая коммуникация подразумевает, что люди могут что-то неправильно понять. И школьное образование, и университетское образование. И не говоря про то, что и в школе, и в университете могут быть при этом откровенно плохие преподаватели с откровенно плохими лекциями. Но даже если все хорошее, все равно будут непонимания. Поэтому давайте мы вообще заткнемся все, вообще не будем ничего говорить, будем ходить. А это не дай бог, что им кто-нибудь скажет, миф какой-нибудь родится. Да нет. Давайте мы будем ответственно просто подходить к тому, что мы говорим. Что то, что мы говорим, мы будем говорить проверенно. И если появится миф, который мы породили, то мы объясним, что я не это имел в виду. В этом плане я с тобой полностью согласен. В той школе написания научных новостей, которую я представляю, отстаиваю, это школа старой ленты РУ, главная часть научной журналистикой – это журналистика результатов. То есть всегда пишут, что ученые обнаруживают, что шоколад вреден. Через два дня ученые обнаруживают, что шоколад полезен. На этой идее ученые обнаруживают, что шоколад не вреден, не полезен. То же самое, что с кофе и яйцами. Да, да, да. Это кофе, яйца, вино, все что угодно. И почему так происходит? Потому что обычные журналисты оцепляются только за сами результаты. И то, как мы не всегда, обязательно их правильно поднимают. И поэтому, опять же, если делать правильно, ну, заниматься правильной научной журналистикой, то нужно всегда описывать метод получения этого знания. Если как бы в новости нет метода получения знания, и нет отсылки на первоисточник, то значит, это, в общем, достаточно плохо написанная новость. И вот как раз я бы такой новости доверять бы не стал. Мне кажется, мы уже утомили публику. Да, давайте перейдем к вопросам из зала. Поднимите руки, я к вам подойду. Спасибо большое за дискуссию. Вот у меня вопрос такой, может быть, он немного странный. Вот дело в том, что вот вы когда говорили, Даниил, что это дело каждого человека, верить ли нам в науку или верить ли нам в астрологию. Наука – это не вопрос веры. Потом вы, Александр, говорили, что вот там эта женщина спросила у своих коллег, ну, опровергните меня. И после того, как они не смогли опровергнуть, они начали в это верить. Это не вопрос веры. Мы сами культивируем вот это вот, то, что ученых не понимают, то, что спикеров не понимают. Вот, может быть, нам стоит бороться с тем, как мы говорим, с тем, что мы говорим. И еще одно… Потому что я использовал слово «вера», хотя на самом деле я хотел сказать «знание». Ну вот, опять же таки, мы хотели… Разделять определенные знания или не разделять, да. Мы много чего хотим. Это слово «паразит вера», да. Я понимаю, что мы все стремимся к какой-то невероятной истине, но мы должны понимать, что мы говорим. Вот. И еще одно замечание по поводу того, что… Ну вот вы говорили, что непонятно, почему больше приверженников лженауки. Лженаука оперирует намного более простыми понятиями, потому что блоха, белка, океан – это понятно каждому. А вот попробуйте какому-нибудь человеку объяснить, что такое молекулярная биология. Не все начнут читать, я не знаю, какого-нибудь Маркова с его книжками популярными, тем более Льюина. Обычно человек более охотно начнет воспринимать простые термины, которые ему понятны. Поэтому популяризаторы, они пытаются. Но опять же таки, мы хотели, мы хотели употребить не слово «вера», но у нас не получается. Спасибо за замечание про слово «вера». У меня у самого есть статья, где я объясняю, почему это слово лучше не использовать в таких случаях. Это вообще вопрос языка. Я сказал, я про это и подумал. Но я добавил, что на самом деле некоторые как раз псевдонавучные направления, наоборот, апеллируют к специальному запудриванию мозгов с помощью как раз наукообразной терминологии. Это отдельный феномен. Оказывается, что некоторые люди, им свойственно находить смысл даже в абсолютно бессмысленных наукообразных фразах. Типа там «квантовый торсионный генератор акцептировал торсионное поле, и это привело к релаксации мыши». Таким образом, акупунктура работает. То есть набор слов для человека, который понимает значение, точнее, понимает, что эти слова в данном контексте смысла не имеют, как бы все ясно сразу, с первого. Но если человек не знает вообще, что это такое, то для него это примерно то же самое, что я скажу. ДНК полимераза синтезирует РНК с ДНК. Это все тоже логические слова какие-то. Но ученые так непонятно выражаются, и некоторые псевдоученые мимикрируют под эту сложность науки и таких примеров очень много. Кстати, да, вообще интересная проблема о языках трансляции, о том, как они перекодируются. Опять же, популяризация, переупаковка контента происходит определенное содержание. И на самом деле она тоже требует очень модильных обсуждений. Вот я сейчас сказал ДНК полимераза с ДНК синтезирует РНК. Это было неправильное утверждение, потому что ДНК полимераза у два и в ДНК. Какая разница? А РНК полимераза… Нет, потому что… В контексте твоей фразы звучало все равно умно. Потому что потом мы знаем этих людей, которые в интернете выводы из контекста и скажут, что Панчин не знает молекулярной биологии. На самом деле из вашего… То есть ДНК полимераза удваивает ДНК, а РНК полимераза синтезирует РНК на всякий случай для всех хейтеров вот там в интернете. Спасибо большое за дискуссию. Вот дело в том, что я обучаюсь на юрфаке и очень часто фигурировало что-то связанное с законом, законодательным регулированием, причем в разных плоскостях. Вы говорили о законодательном регулировании неправды, как о том, что в принципе это не нужно. То есть не нужно нам регулировать гомеопатию какую-нибудь и не нужно наказывать РНТВ за то, что они пугают людей. Так вот, по поводу врача, который лечит раково-больного гомеопатией. Он на данный момент не подлежит уголовной ответственности, потому что гомеопатия у нас считается лекарством. И в принципе он не будет подлежать ответственности, потому что он считает, что это лекарство должно было его излечить, у него не было умысла. Также, соответственно, с РНТВ. Новость о метеорите, она может породить, например, массовые беспорядки. Или, например, кто-то возьмет кредит и бункер себе выкопает. То есть в юриспруденции есть понятие общественная опасность, общественный вред. И то, и другое, и один и второй пример, они несут общественную опасность или в каком-то проявлении общественный вред. Вот не хотите ли вы переосмыслить и все-таки подумать о законодательном регулировании неправды? Вот, по крайней мере, по этим примерам пройтись, если. Мне кажется, что неправда должна маркироваться к неправдам. Ну да, вот на гомеопатии писать, что это не доказано. Мне кажется, что это многое бы решило. И, конечно, гомеопатия не должна быть часть такой обычной медицины. То есть, грубо говоря, если человек хочет пойти в подвальчик, там, значит, как это, там, к каким-то экстрасенсам ходят, да, вот в таком духе, в индивидуальном порядке, не в рамках какой-то государственной клиники, и даже не в рамках частной медицинской клиники, которая, ну, аккредитована, да, то, пожалуйста. Но этого, конечно, не должно быть в государственной системе здравоохранения. Это не должно быть признано лекарством. И там, где оно продается, оно должно быть помечено как не лекарство. Ну, то есть, врач, который назначает больному... Он должен его предупредить, что современная медицина это считает фигнёй, а если он не предупредил, то тогда он мошенник. Ну, не мошенник, он преступник, потому что он, ну, он специальный субъект по уголовному кодексу, если так говорить, который обязан выполнить свою функцию. Вы юрист. Ну, да, я обучаюсь в юрфаке. А, вот, спасибо. Вот, поэтому, собственно, потому такой вопрос, что я считаю, что, наверное, такие вещи, они несут общественную опасность и общественный вред, а уголовный кодекс и административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, они направлены на борьбу с общественной опасностью и общественным вредом. У нас это никак сейчас не регламентировалось. А вы бы как это предложили регламентировать, как юрист? Я пока не юрист, вот, но я просто считаю то, что, во-первых, закон о фейк-ньюз, его надо реально доработать, и такая вещь, как, ну, фейк о приближающемся метеориде, оно, ну, это должно быть наказано, это должно быть оштрафовано СМИ или как-то, как там это сейчас регулируется? Ну, так мы останемся вообще без СМИ и без новостей, потому что в нашей стране всех накажут, всех посадят. Ну, это уже вопрос о правоприменении, если в нашей стране, там, здесь есть закон, вопрос о том, как его правоприменять. Кажется то, что все-таки врача, который назначает гомеопатию, а у нас таких много, ну, я знаю, я смотрел очень много ваших выпусков и Трэсмэша, и все-все, вот это вот. У нас много таких примеров, это надо, ну, этих людей надо, в принципе, наказывать, создавать прецеденты, которые будут с этим уже бороться. А при передозировке препарата как квалифицируются? Гомеопатию? Нет, ну, нет, просто интересно на самом деле. Вот окей, врач выписал препарат, но он верит, что вылечит только более высокие дозы. Произошла передозировка, человек умер, как квалифицируется? По-моему, дозировки регулируются всякими стандартами. Ну, все, тут уже вопрос о том, был у него ум и сил или нет, если он действительно выписал препарат в определенных дозах, определенный препарат, рецепт, все дела. Он верил, что поможет. Да, он верил, это причинение смерти по неосторожности. Ну, а разве вот в случае гомеопатии не так же… А в случае гомеопатии получается так, что гомеопатия у нас считается лекарством. И врач, по сути, выписывает лекарство для того, чтобы вылечить. Но оно не вылечивает. То есть, ну, лекарство оно может вылечить, может не вылечить. Насколько я понимаю, в медицине есть стандарты того, чем ты можешь и как ты можешь, и что ты можешь лечить. Протокол, да. И, соответственно, если врач отклонился от протокола, и это привело, например, к гибели пациента, тогда врачу из-за этого могут что-то менять. В некоторых судах будет разбираться. Ну, это точно не мошенничество. Там какая-то есть... Вопрос немножко сложнее тут. Вопрос сложный, на самом деле. Друзья, давайте на этом будем заканчивать. Давайте поблагодарим Александра и Даниила за прекрасную дискуссию. Я надеюсь, вам понравилось. У нас будет еще два мероприятия в рамках данного цикла. На сегодня мы заканчиваем. Спасибо вам за то, что вы пришли.